приветствую друг и ты пришел научиться играть starcraft и я тед и я помогу тебе это сделать в этом ролике вы узнаете о особенностях каждой расы то есть вы даже сможете как-то определиться с выбором если вы до сих пор не выбрали расу и я пробегу все настройки которые нужно сразу сделать то есть само начало когда вы только заходите в starcraft это соревновательная игра и если вы заходите в несоревновательную игру в синглплеер к примеру возьмем какую-нибудь игру типа crisis например да ну любая синглплеерная игра fallout 4 вы заходите в графику настраиваете там свои показатели чтобы было приятно смотреть все слушать видеть и начинаете играть получать удовольствие если вы играете соревновательную игру чтобы получать удовольствие вам надо побеждать чтобы побеждать нужно хорошо настроить игру поэтому сейчас мы перейдем к настройкам и что нужно сразу сделать когда вы только зашли торка заходите в настройки справа внизу там не видно либо нажимаете кнопку f10 вот настройках графики собственно все можно выставить как вам удобно если вы хотите играть супер супер соревновательно конечно же лучше всего ставить все на полный минимум кроме текстур так вы будете проще ориентироваться в сражении видеть каждого юнита но чтобы играть приятно то я рекомендую так сказать баланс между приятно и профессионально играть была у здесь ставим шейдеры на средние тени можно ставить на как вам нравится у меня стоит высокие земля можно ставить среднюю как вам тоже нравится мне нравится низкая тогда у зергов крип не мельтешит и это намного приятнее смотреть глазам опять же когда ничего не лозит на экране лишнего эффекты на средние ставим вот ну и опять же если мы ставим шейдеры самый главный пункт который мы должны настроить это модели вот модели сразу ставим высокие таким образом мы можем видеть какие солдатики строятся у процессов то есть у процессов когда stargate начинает кого-то строить мы в нем будем видеть по модели мы будем видеть кто варпается у процессов вот этот параметр очень важный все остальное самое главное убирать вертикальную синхронизацию потому что все в соревновательных играх если у вас включена синхронизация вот эта вертикальная будет дилей мышки на то есть между вашими действиями влево вправо будет задержка вы сделали влево остановили мышку но курсор будет доезжать за ней вы будете к этому привыкать не будете это замечать но это будет очень сильно решать именно замесе против игроков которых это выключено то что они все будут делать быстрее чем вы вот по звукам музыку вы отключил опять же она отвлекает потом ambient sounds тоже выключаем какие-то посторонние звуки нам не нужны вот но эффекты от звуки ошибки вот эти все вещи они должны быть включены это то что вам говорит какие-то вещи которые происходят в игре то есть когда выходит юнит когда что-то еще происходит это озвучивается и это помогает именно ориентироваться несмотря на нужные здания что у вас вышел какой-нибудь юнит эта вкладка нам не нужна мыши клавиатура чтобы круто работал starcraft с сенсой которую вы выставляете windows здесь должно быть либо 51 либо 56 процентов именно так если у вас 50 процентов она немножко будет отличаться и то есть будет не так привычно каждый раз когда вы заходите в игру поэтому ставим всегда тут галочку ставим 56 либо 51 вот дальше здесь в принципе можно поиграть с размером курсора кому как нравится мне нравится такой чуть выше среднего и здесь вот это вот важная часть обязательно здесь галочку смотрим чтобы можно было мышкой влево вправо прокручивать экран скорость мышки отрегулируйте чуть чуть позже сейчас мы зайдем юнит тестер здесь скорость прокрутки клавиатурой она может быть минимально и вот драг скролл очень важная штука тоже он должен быть намного меньше чем маус скролл то есть это скролл когда вы нажимаете центральное колесико мышки и тянете экран мне нравится еще инвертить его то есть когда я нажимаю центральное колесико мышки и двигаю мышку вниз экран идет вверх мне почему-то так легче то есть вот этот параметр он должен быть ниже им вы будете подстраиваться геймплей можно все скопировать здесь в принципе вот этот вот эти все пункты они просто важны я даже не буду вам объяснять что зачем это реально всегда должно быть включено четвертый пункт включить простую панель приказов выключаем вам нужна сложная панель приказов чтобы на ней все были возможные кнопки которые есть показывать предупреждение это дело вкуса предупреждение отображаются слева у нас и если вы любите часто нажимать в мышкой где-то в этом экране в этой части экрана тогда вы будете иногда на них нажимать у вас будет все сбиваться вот но если вы все делаете оптимально то это наоборот вам помогает то что мышка не должна здесь что-то жать первый пункт вот здесь вот показывать полоски жизни он должен стоять либо всегда либо поврежденный все остальное не даст вам никогда нормально играть потому что normal они вообще выключены по моему здесь если вы наводите на юнита но когда вы наводите вы должны наводить на юнитов которых вы должны контролировать то есть те которые повреждены и чтобы их видеть естественно вам нужен один из этих двух пунктов вот контрольные группы ставим как вам удобно можно оставить допустим не кликабельные чтобы на них не кликать но их видеть потому что контрольная группа это важно нужно ли вам их видеть это вы сами смотрите главное последний пункт не должен никогда стоять то что вы их тогда вообще не сможете использовать и вот этот параметр всегда ставим потому что вы должны видеть такую линию над летающими точнее под летающими юнитами чтобы правильно в них целиться это важная история цвета вот этот пункт можно включить и настроить его как вам нравится мне нравится на троечке цвет на мини карте в принципе может быть какой вам удобен либо контрастный зеленый либо многие ставят еще белый либо черный но обычно белый потому что с белым цветом вы будете видеть на мини карте ваши белые точки то есть ваше здание и на контрасте очень легко будет заметить красную точку подлетающую к вашим белым вот ваш цвет в игре зеленый к примеру у меня стоит что я рекомендую цвет соперника должен быть контрастен вашему то есть если соперника красный то у вас должен быть синий голубой зеленый что-нибудь такое то есть если вы себе ставите желтый оранжевый тогда соперника ставьте зеленым каким-нибудь потому что так будет проще ориентироваться на самом деле вот следующий пункт не важно ни за что не не за что не отвечает языки ни за что не отвечает эта штука тоже можно все по стандарту оставить здесь как бы все готово вот последний пункт клавиши очень важно сразу же в принципе сесть да и все все клавиши настроить то есть но вы как новичок вряд ли сможете сразу это все сделать поэтому сразу нужно определиться с расой на самом деле а потом уже когда вы с расой определились тогда вы начинаете уже настраивать свои кнопки единственная рекомендации по настройке кнопок они должны все кнопки у вас быть в одной части экрана о экрана клавиатуры желательно то есть вот допустим у меня nexus давайте посмотрим гейт qv и qw и df да то есть это мои кнопки они все находятся под левой рукой до них легко тянутся и в принципе если вот я понажимаю я все перенастроил на вот эти кнопки qv и df qv и все апгрейты qv и qv вот и так далее то есть это помогает механически намного быстрее привыкать потому что по стандарту immortal например заканчу заказывается на кнопку ай и если вы его так вот руку переносите на ай постоянно даже если вы делать это со сверху звуковой скоростью все равно вам нужно это сделать ну то есть движение если у вас все кнопки под рукой тогда вам этого движения рукой не надо делать то есть этим обязательно стоит заняться единственное что стоит еще сделать загуглить такое словосочетание как rapid fire вот либо где-то в чате как уточнить что оно значит что она делает это ваша возможность очень быстро варпать юнитов делать различные вещи она настраивается во вкладке вот здесь вот общее во вкладке получается вот тут юнит менеджмент на во вкладке общие во вкладке 4 снизу управления юнитами и вот эта штука выбрать способность либо и контроль там что-то такое вот здесь нужно через текстовый документ отдельный добавить кнопок к примеру меня это dqw rf x нам и если вы держите эту кнопку она будет повторяться в windows и то есть когда вы держите у вас начинается вот так вот туда д 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 нажиматься и каждая вторая д 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 вкладку своя игра и вот здесь вот в поиске написать слово юнит и вас откроется карта лотов юнит тестер онлайн вот вы ее создаете нажать создать лобби заходите сюда нажимаете старт игры и вы зайдете это собственно так карта с которой рекомендую вам начать ознакомливаться с расами вообще со старкрафтом и собственно поиграть в нее 20-30 минут если вы до сих пор не определились раз и на то есть посмотрите просто всех юнитов что вам нужно сделать нажать terrain нажать field чтобы было поле нажать затем все апгрейды где-то здесь должен быть старт он всем грейды выучены все то есть все ability выучены нажимаете старт нажимаете тут апгрейды и дальше вы просто создавайте разных юнитов и просто смотрите как как вам юниты то есть на это чтобы найти расу просто найдите тех юнитов которые вам нравятся к примеру вот создаете против и смотрите так вот это вот какие-то крабы которые бегают и могут вот так вот делать и я люблю blink класс еще какие-то магические способности а еще они могут слиться в такого парня эти навалять им руками а эти вообще тени кидают и тоже наваливают огромному парню а эти еще какие-то бубль гумы созревают то есть класс мне нравится это раса давайте посмотрим что делает другая и все и создаете просто смотрите какие вам нравятся солдатики этого на самом деле достаточно чтобы выбрать расу посмотреть какие вам больше нравятся солдатики да то есть хотите вы бегать за парней с автоматами и стреляться и у них у всех одна и та же способность с большего да кроме вот этих то что у этих есть ядерный взрыв конечно же вот сейчас мы пронаблюдаем прилетает сверху ядерная ракета и будет полнейший бабах вот если вам нравится это все вы такие класс я хочу играть за терринов но здесь я расскажу немножко про ключевые особенности каждой расы сейчас и собственно мы перейдем к следующей части вот обязательно досмотрите сейчас до конца то что здесь будет недолго и в конце вас ждет классный выбор вашего дальнейшего пути собственно у нас протаса есть у которых все юниты очень дорогие и медленные у нас есть терны у которых все юниты нечто среднее между дорогими и быстрыми то есть они побыстрее юнитов протаса но они подешевле юнитов подороже юнитов зерга в большинстве своем вот единственное что теран он обладает самым высоким дпсом по итогу но и юниты у него не все очень живучие хотя он разделяется на био и на мех то есть вы можете за него играть как за машинки так и можете играть за солдатиков это будет два разных пути это как бы гибкость это прикольно вот зерги же они обладают самым большим контролем карты то есть сергей тараса которая должна будет разведывать который должна будет выбирать нужных солдатиков и у нее естественно толпа тараканов которая просто бегает и всем надоедает кусается и так далее то есть если вам нравятся тараканы тогда ну собственно зерги это выбор ваш вот поэтому протасы технологичные роботы мощные но к сожалению медленные будет нужно успевать все делать заранее если вы хотите играть за такую умную высшую расу собственно выбирайте процесс если вы хотите бегать в суматохе месяца самой высокой дпсной армией но при этом механически сложнее всего будет именно начать за таранов играть правильно играть за таранов будет вам для начала намного сложнее вот тогда у тараны все но ваш выбор если вы хотите играть за такую более быструю расу с высоким дпсом но с достаточно хлюпкими юнитами если вы будете неправильно нападать за тарана вы это будете намного жестче чувствовать чем за протаса и за зерга если вы хотите играть на сто процентов от разведки всегда знать что делает ваш соперник и собственно побеждать количеством а не качеством обычно как контроля такой армии тогда ваш выбор зерк вот надеюсь вы смогли определиться с расой и